всем привет привет мои хорошие меня зовут Даша и большое спасибо что вы нашли время для того чтобы заглянуть на мой канал сегодняшнее видео будет посвящено моим новинкам из-за декоративной косметики такое видео последний раз я снимала мне кажется когда динозавры еще были живы давайте же без долгих прелюдий приступим и первое о чем я хочу рассказать многие из инстаграма спрашивали когда я выставляла фотографию палеток от туфей спрашивали о том стоит не стоит покупать не покупать и сегодня я вам покажу шоколадку я думаю что многие знакомы с этими палетками я купила себе шоколадку и персиковую пич да но сегодня вам покажу шоколадную давайте перейдем наверное техническим характеристикам и выясним стоит все-таки это тех денег которые просят за эти палетки или нет ну давайте скажу о том что я являюсь просто конченым маньяком по теням у меня их огромное количество у меня огромное количество палеток и сказать о том что эта палетка является в плане цветов какой-то супер эксклюзивной но здесь я точно не могу сказать да здесь есть очень хорошие оттенки вот этот оттенок например я использую для того чтобы припудривать консилер под глазами спорный оттенок для меня это вот этот ну как то не знаю мне кажется что он не очень удачный именно для этой цветовой раскладки остальные в принципе ну к розовому тоже есть вопросы эти два оттенки эти два оттенка это единственные оттенки которые не были тронуты мною ни разу остальные мы пользуюсь достаточно часто рука к этой палетке тянется если говорить про пигментацию как носится здесь претензий нет абсолютно никаких а тени в носке прекрасные у них отличная пигментация но я все тени всегда наношу конечно же на базу по тени если сравнить их с палетками от urban decay я скажу что у туфейст именно у шоколадки пигментация чуть более ярко выражена не чуть более плотные оттенки шиммерные вот либо есть какие-то сатиновые которые встречаются у марки туфейст они не так сильно пылят как в палетках urban decay вот это прямо ощутимая разница я заметила потому что у меня лежат urban decay ские палетки все их naked и и вот именно шиммерными такими вот золотистыми оттенками я пользуюсь крайне редко именно за того что они во первых у них пигментация не очень есть у меня вопросы к пигментации и во вторых они вот прям прям пылят ну прям пылят здесь такого нет и пигментация супер и пылят они намного меньше в целом конечно да но с единственной лишь оговоркой который я не могу не сказать потому что я должна да у нас же тут с вами все по-честному достакт этот связан с тем что немного подбешивает извиняюсь конечно за бедность речи отдушка шоколадная персиковые палетки хотя мы сегодня они не говорим конечно ну да ладно у меня претензий нет отдушка приятно ненавязчиво здесь не знаю вот это вот гурманика это наверное не для меня если вам нравится это все конечно дело субъективного восприятия то однозначно стоит стоит брать мне приходится с этой отдушкой мириться но если бы отдушки не было рука мая к этой палетке тянулась бы намного чаще однозначно следующая штучка которая явилась одной из самых удачных покупок конца 2017 года это румяна от марки milani в оттенке известным тоже всем 05 luminosa на загорелую кожу ну румяна просто божественно их сравнивают с королисты от марки benefit ну я бы поспорила все таки к румянам от benefit у меня именно к сатиновым очень редко лежит душа потому что ну вот именно в королисти мне кажется по мол там более грубо и поэтому они так красиво смотрятся вот те же претензии меня кстати к оттенку оргазм от на от марки nars потому что я вот вообще не разделяю восторгов они настолько не знаю вызывающих это смотрится на лице что сначала идут румяна потом идет девушка которая румяна эти несет на себе и так оттенок красивый золотистый на загорелой коже смотрится просто бомбически пигментация хорошая носится в течение дня отлично претензия кисточки которая ни разу не пользовалась потому что но это не кисть это какое-то ну какое-то просто убийство ну зеркальце кстати есть если кому интересно с обратной стороны классные румяна однозначно рекомендую на лето на загорелую кожу и почему раньше я не обращала них внимание почему раньше я их не купила кстати насколько я знаю марка милане уже пришла в россию я заказывала с какого-то иностранного сайта даже сейчас не вспомню название следующая и опять удачная покупка это пудра для лица я постоянно экспериментирую постоянно покупаю какие-то новые пудры хотя у меня их достаточно большое количество на этот раз моя новинка это призм визаж от марки живанши достаточно популярная пудра и на обзорных площадках и на ютубе очень много про нее говорили тоже как-то обходила я стороной у меня оттенок номер четыре популярная четверка состоит из четырех секторов с розовинкой и остальные два светлых бежевых и один чуть более темный я постоянно эти оттенки миксую розовый он очень низко пигментированный но когда все эти оттенки смешиваются между собой розовый придает не поросящую розовинку кожи а какую-то свежесть то есть именно розового пигмента даже намека на розовый пигмент на лице нет но есть вот какая-то какая-то очень приятная свежесть пудра смотрится на лице не народно очень тонкое покрытие очень хорошо сглаживает какие-то неровности и поры на лице финиш у нее и здесь маленький недостаточек матовый глухой матовый мне бы хотелось наверное более такого живого финиша потому что я все-таки отдаю предпочтение не резиновым лицам резиновое лицо хорошо просто в ноль заматированное когда ты ролик снимаешь чтобы у тебя ничего не блестело а в повседневной жизни все-таки я предпочитаю более влажный финиш на лице поэтому здесь как бы ну но на лето когда нужно будет на матирование отбращать особое внимание эта пудра подойдет прекрасно повторила тональный крем от марки стил аудер double wear light у меня есть и классическая версия double wear очень плотный очень стойкий для девочек с ярко выраженными недостатками кожи эта версия облегченная но несмотря на это у него тоже очень хорошая кровящая способность он тоже очень хорошо перекрывает какие-то мелкие недостатки и мне все-таки на лице больше нравится эффект именно от версии light здесь из pf10 у меня оттенок номер 2.0 идеально мне подходит 30 миллилитров я по моему уже покупаю третью упаковку этого крема и ну я думаю что это о многом говорит очень хороший крем хорошо носится в течение дня не плывет не сползает отлично наносится кистью и пальчиками спонжем нанесение будет еще более легкая поэтому тут как бы можете сами экспериментировать целом тональный крем отличный и очень рада что снова его повторила напишите пробовали вы классическую версию double wear и double wear light какой вам нравится больше и почему консилер от марки bobby brown в оттенке биск номер 4 называется он интенсив скин серум корректор была такая интересная история когда я несколько дней назад ходила в золотое яблоко и когда выбирала консилер возле меня стояла женщина и она хотела купить такой же консилер только в оттенке бежевом и когда увидела что я кручу в руках розовый а у него такой оттенок ну непривычный для рядового покупателя потому что ну розовый зачем розовый мазать под глаза да лососевый у визажистов это зовется а лососевым оттенком и она меня спрашивает розовый консилер зачем он нужен и я говорю попробуйте просто нанести его себе под в зону где у вас есть потемнение под глазом и посмотрите на разницу вот она пошла к зеркалу взяла с собой тестер бежевого оттенка и вот этого вот лососевого возвращается такая вся восторженная говорит откуда вы откуда вы это знаете просто разница была колоссальная а между тем глазиком который она намазала бежевым и тем который она намазала четвертым оттенком потому что бежевый обычно на такого вида синячках он делает синячок серым то есть такого землистого цвета становится эта зона а именно лососевый перекрывает именно за счет своего цвета синячок так что он в принципе нейтрализуется вот поэтому она конечно взяла четверку очень долго меня благодарила очень конечно было приятно поработала визажистом бесплатно золотом яблоки такие плюсы ну во первых очень удачный оттенок и во вторых он очень жидкий то есть это называется это называется серым да и это действительно серым очень жидкий мне кажется что его хватит лет на пять потому что здесь 7 миллилитров и учитывая что он просто почти как водичка у него минимальный расход при том что он очень пигментированный для своей консистенции не сушит кожу под глазами не подчеркивает морщинки никуда не скатывается в течение дня но я все равно стараюсь сверху припудривать какой-то главное не матирующей пудрой какой-нибудь такой увлажняющей чтобы не подсушить кожу под глазами отличное приобретение если попадется обязательно протестируйте и кстати очень хорошая идея вот именно что касается консилеров ну все знают про тональный крем да что его обязательно нужно тестировать вот на какой там на вот этой зоне либо на шее либо вот на вот этой зоне про консилеры как правило забывают а консилер это вещь которая делает ну знаете на большое количество процентов ваш макияж удачным или неудачным зависит от того какой консилер подберете у меня есть бежевых оттенков консилеры но если консилер бежевый то он должен быть очень пигментированный чтобы именно своей плотностью перекрыть синячок под глазом помадка для бровей несмотря на то что найдена моя идеальная я все равно продолжаю экспериментировать и новинки какие-то появляются на косметическом рынке помадка для бровей от марки нарс название оттенка до на килл здесь 2 и 9 грамма совсем совсем чуть-чуть очень 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 маленький объем я считаю потому что ну я привыкла вот вот к этим вот шайбам у анастасии там огромное количество как-то производители не скупятся ну нарс поскупились ну да ладно оттенок очень удачный текстура муссовая но плотно муссовая если сравнивать например с анастасией то примерно одно и то же если сравнивать с артекой это моя любимая помадка для бровей для тех кто не знает то артекой просто вот прям камень камень она очень очень твердая но когда вы набираете помадку кисточкой она прекрасно на нее набирается пока комочков замечено не было пигментация очень хорошая и растушевывается очень хорошо в принципе нету у меня претензий но эта помадка стоит своих денег только со скидкой 50 процентов летуаль вот потому что со скидкой она стоила где-то рублей 800 если мне не изменяет память но без скидки да если она стоит около полутора тысяч ну это однозначно конечно же нет во первых очень маленький объем во вторых за полтора тысячи можно купить помадку гораздо более крутого качества а так с 50 процентной скидкой в принципе неплохо ну и закончу свой сегодняшний ролик моей находкой этот карандашик я уже покупаю не в первый раз найти можно в золотом яблоке если нету в вашем городе золотого яблока то можете погуглить на сайте романова мейкапа он называется сайт и это карандашик для смоки называется он sexy smoky eye pencil оттенок carbon black эти карандашики выпускает визажист ольга романова идем непосредственно карандашу черного цвета угольный карандаш стоит ли делать сводч я не знаю ну давайте пусть будет потрясающий просто стоит он около 1000 рублей тысячу сто или тысячу сто с копейками в общем где-то так стойкий водостойкий я карандаш этот использую для того чтобы оформлять межресничное пространство и для того чтобы прорабатывать верхнюю водную линию потому что это всегда зрительно увеличивает и раскрывает взгляд вот карандаш классно если любите делать либо смоки либо тоже любите оформлять вот эту вот зону как я обязательно присмотритесь вот в принципе и все что я вам хотела сегодня показать обязательно пишите о своих впечатлениях что вы пробовали из того что увидели сегодня что не пробовали не забывайте подписываться на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики спасибо большое что досмотрели это видео до конца всем вам всем вам удачных покупок всех целую всем пока